вот уж не думал что вам настолько понравится предыдущие видео про мяты в таком случае ловите новый топ растений разных типов и классов и на очереди у нас электрические растения скажу сразу что этот топ было дело сложнее предыдущего потому что все растения имеют уникальную механику и назначения в масштабе своего семейства и сравнивать их было довольно сложно поэтому если я где-то ошибаюсь то поправь меня в комментариях эти растения преобразую силу солнца в чистую энергию способность сделать зомби кучу пепла что необходимо для выполнения некоторых заданий в погоне пенни а также подзарядить ваш мобильник недавно вышедшие растения силовая лоза стала 11 в их семействе последнее место нашего топа занимает электромагнитный персик это четвертое растение получаемое на локации далекое будущее является растением мгновенным во использовании и при посадке оглушает всех роботизированных зомби в том числе гаргандюа прайма на 10 секунд в области 5 на 5 плиток долговизна оглушения увеличивается вдвое если цель находится под замедляющими эффектами эффект оглушения сработает даже на зомбота тамара утрона но естественно эффект не будет таким долгим думаю вы уже и сами догадались что это растение находится тут из-за своей узкой специализации и за пределами своей родной локации она по сути бесполезно 10 место нашего топа занимает электрочай электрочай атакует зомби в области 3 на 3 клетки вокруг себя небольшими разрядами которые наносят вы только не смейтесь по 3 урона из-за чего справится он может только зомби курицами однако не в этом его основная сила когда зомби его съедают на месте его смерти появляется грозовое облако при этом облако урон наносит весьма внушительный а именно 950 при использовании удобрения заряжает зону поражения нанося 570 урона всем зомби и того мы получаем вроде бы неплохое растение камикадзе но что же мне не понравилось спросишь ты меня а я отвечу что оно стоит 125 солнц и разумеется ни капли не оправдывает этих затрат так как для примера первобытный картофельная мина во первых бесплатная в плане получения стоит лишь 50 солнц а на втором уровне за 4 секунды превратиться в эквивалент мишневой бомбы который нанесет почти 3000 урона в том же радиусе а за удобрение во первых вырастет сразу так еще и двух клонов сделает девятое место занимает электрическая смородина из всех растений в игре имеет самую необычную механику и самое ухуриное лицо если посадить две ягоды на одну линию вертикально или горизонтально между ними появится силовое поле который наносит 40 урона каждую секунду всем зомби которые в него попали при этом поле исчезнет если будет убита хотя бы одной из подключенных растений причем недавно ему дали новую способность а именно теперь поле еще и отталкивает попавших к нему зомби случайным образом на одну дорожку вверх или вниз а еще когда зомби подходит булпур к ягоде он начинает получать по 48 урона каждые полторы секунды одна единственная более-менее рабочая стратегия на это растение это кооперация с чесноком так как сама ягода имеет довольно низкую прочность однако в отличие от первой части тут стойкости чеснока хватит только на 3 зомби но если прокачать его на 5 уровень он станет настолько сильным что выдержит целых четырех зомби а если без шуток то растение бесполезно на большей части уровней так как приносит больше геморрой чем пользы восьмое место занимает лупа это шестое растение получаемое на локации далекого будущего при нажатии на нее выпускает радужный снаряд по своей дорожке который наносит 550 урона и будет стоить 50 солнц так как она просто концентрирует солнечную энергию достигнув 7 уровня начиная сама производить немного солнца если объединить ее сияющей лозой то последняя будет напрямую передавать их лупе это будет уже автоматически выстреливать при получении удобрения выстреливает радужным лучом который сжигает бежащих зомби одного за другим эффект лица три секунды однако он будет увеличиваться на одну секунду за каждое растение производящие солнце я даже не знаю что сказать как бы да но стоит всего 50 солнц да и урон силен но смысл от этого появляется только если у вас полно лишнего солнца седьмое место занимает цитрон это третье растение получаемой на локации далекое будущее при посадке он довольно маленький и начинает заряжать свою атаку становиться больше после посадки ему нужно время на подзарядку а зарядившись он будет ждать пока на его дорожке не появится зомби или препятствия в которой он выстреливает мощным плазменным шаром наносящим 800 урона при получении удобрения цитрон выстреливает огромным голубым плазменным шаром который медленно движется по дорожке отбрасывая большинство типов зомби и уничтожая все препятствия при этом он взорвется при ударе а любого большого робота механического зомби или гаргентюа нанесем 2500 урона это сбросит накопление заряда поэтому удобрение лучше использовать когда он только выставил из-за этой механики я рекомендую использовать его на арене когда все растения будут усилены потому что даже на первом уровне он сможет разобраться с толпой зомби невзирая на их здоровье для примера лазерная фасолина своей ультой не сможет убить юрского камни дробителя потому что его эффективность убирается только в урон а цитрон такой слабости лишён впрочем ульта это его единственная особенность в остальном это просто нормальное растение не больше не меньше я не знаю как так получилось на 6 место снова занимает электрическая мята проект растения уже подробно рассказывал в видео про мят но для тех кто не видел во первых рекомендую его посмотреть а во вторых после посадки сразу же наносит 150 урона цепными молниями поражаю всех зомби на газоне нельзя скопировать имитатором действует 6 секунд как и в прошлый раз она занимает это место за пользу для своей команды пятое место занимает силовая лоза это относительно новые растения как и другие лозы можно сажать поверх других растений обеспечивая им дополнительный уровень защиты а также для экономии места глаза атакуют зомби на своей дорожке с выстреливая в них каждую секунду разрядами наносящие по 10 урона однако если ее посадить на соседнюю плитку другой силовой лозой то они получат заряд поменяв цвет в заряженном состоянии они будут выстреливать сразу тремя снарядами так как сама по себе стрельба производится электрическими снарядами ту зомби шут не сможет их отразить при получении удобрения силовая лоза вырубает всех роботов подобные им не персику кроме того выпускает 11 электрических снарядов которые дробью разлетаются под небольшим углом и сносят по 55 урона в заряженном состоянии делает три таких выстрелов кроме того если растение посажено поверх другого то применение удобрения сработает и на него четвертое место занимает электрокамыш также это четвертое растение получаемое на диком западе он генерирует молнии своего тела силы которой хватит чтобы поразить ближайший объект на 10 урона атакуют также соседние линии молнии перейдет на другую цель только при условии малой дистанции между ними на первом уровне цель растягивается до трех целей что для растения за 25 солнц вполне неплохой результат если выставить хотя бы один ряд таких камышей то средний урон каждого из них увеличивается пропорционально числу зомби третье место занимает электрочерника каждые 12 секунд создает грозовое облако которое нацеливается на рандомного зомби и наносит целых 5000 урона это убьют даже гаргантюа если нет доступных целей облако просто исчезнет стоит всего 150 солнц что очень немного однако она не будет атаковать неподвижные элементы газона такие как надгробия под эффектом удобрения создает облако на 3 использования единственный возможный минус этого растения это то что она платная однако своих денег она более чем стоит ну и возможно долгая перезарядка немного не в пору хотя с другой стороны будь она бесплатном получении проходить многие уровни было бы даже слишком легко второе место занимает ультамата растение это можно получить за семена ультамата стрелять мощным лазерным лучом по дорожке на которой он находится после каждого выстрела ему нужно 5 секунд на перезарядку при этом сам лазер обладает массой полезных свойств во первых так как это все-таки лазер зомби шут не может его отразить а зомби с лопатой заблокировать во вторых урон от лазера наносится постепенно а не за один удар если атакуемая цель погибнет раньше чем закончится луч то энергия последнему уйдет в следующую также если на пути помидорки будет неподвижные препятствия например надгробия то лазер сначала будет атаковать зомби и только потом препятствия также он игнорирует энергетические щиты если насаживать ультамата друг на друга то урон будет увеличиваться два раза но сделать так можно только трижды также с каждой последующей посадкой стоимость будет увеличиваться и чем больше их на поле им выше трата солнце однако при удалении одного растения стоимость откатывается при использовании удобрения независимо от стадии разбития ультамата взрывается наносит 1800 урона в огромной области свойства это весьма спорная так как это очень невыгодно по солнцам при условии что вы используете его по прямому назначению а если брать его как растение поддержки то это еще более менее приемлемо особенно на арене когда все растения находятся под бустом или если у вас есть перк силовой клеткой стройной ультамата может одним выстрелом положить зомби ведро и даже останется немного энергии для следующей цели однако чтобы выставить ряд таких стройных помидоров понадобится около девяти тысяч солнц из-за этого растения хорошо подходит для долгих уровней где у вас будет время чтобы все собрать и того мы получили растения с огромным уроном но прям очень дорогое из-за чего я не могу поставить его выше и первое место занимает электрический горохострел главный минус этого растения такой же электричерники а именно донатность однако это не мешает ему являться самым популярным донатным растением в магазине выстреливает шаровыми молниями которые проходят зомби насквозь параллельно пронося электрический урон которые также задеваются средние линии при получении удобрения выпускает три больших электро шара ближайших зомби наносим довольно большой урон после чего он взрывается и разлетается на 6 более мелких шариков которые разлетаются во все стороны и действуют как обычные выстрелы стоит это удовольствие 200 солнц и это одно из лучших растений за свою стоимость пиши что думаешь об этом в комментариях всем удачи пока пока